Рано утром Петя открыл калитку и вышел на большую зелёную бужайку. Субтитры создавал DimaTorzok На высоком дереве сидела Петина знакомая птичка. Всё вокруг спокойно, весело зачирикала она. Петя очень дружит с птичкой. Субтитры создавал DimaTorzok Вслед за Петей, переваливая сбоку на бок, показалась утка. Она обрадовалась, что Петя не закрыл калитку и решила выкупаться в глубокой луже на лужайке. Увидев лодку, птичка слетела на траву, Села рядом с уткой и пожала плечами. «Какая же ты птица, если ты летать не умеешь?» Сказала она. На что утка ответила. «Какая же ты птица, если ты плавать не умеешь?» И плюхнулась в лужу. «Петя не умеешь?» Они еще долго спорили. Утка, плавая поуже, птичка, прыгая по берегу. Вдруг Петя насторожился. Он заметил, что по траве крадется кошка. Кошка подумала, птичка занята спором. Сейчас я ее сцапаю и неслышно на барбатных лапках подбиралась к ней. «Берегись!» Крикнул Петя, и птичка мигом вспорхнула на дерево. А утка из середины своей лужи Сердито закрякала на кошку. Кошка ходила вокруг дерева и думала, Стоит ли лезть так высоко? Пока влезешь, птичка все равно улетит. Вышел дедушка. Он сердился, что Петя ушел за калитку. Места опасны. Если из лесу придет волк, что тогда? Стоит ли лезть так высоко? КОНЕЦ Петя не придал никакого значения словам дедушки и заявил, что он уже большой, а большие мальчики не боятся волков. Петя не придал никакого значения словам дедушки а затем калитку. КОНЕЦ И действительно не успел Петя уйти, как из лесу показался огромный серый волк. КОНЕЦ 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 Кошка быстро полезла на дерево. КОНЕЦ 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 Сватил и прокатил. Теперь картина была такая. Кошка сидела на одной ветке. Птичка на другой, подальше от кошки. А волк ходил вокруг дерева и смотрел на них шатными глазами. КОНЕЦ Между тем Петя, который остался стоять за запертой калиткой и видел все происходящее, нисколько не испугался. Петя побежал домой. Взял большую толстую веревку и влез на высокий каменный забор. Одна из веток дерева, вокруг которого ходил волк, простиралась до этого забора. И, ухватившись за нее, Петя ловко перелез на дерево. Петя сказал птичке, лети вниз и кружись вокруг морды волка. Только осторожно, чтоб он тебя не стапал. Петя ловко перелез на дерево. Петя ловил морду волка, и волк сердито прыгал за ней во все стороны. Петя ловко перелез на дерево. Петя ловко раздражала волка, как он хотел схватить ее. Но птичка была ловкая, и волк ничего не мог с ней поделать. Петя же, сделав на веревке петлю, осторожно спустил ее вниз. Накинул петлю волку на хвост и затянул. Волк почувствовал, что его поймали, и в бешенстве стал прыгать, стараясь вырваться. Петя ловко перелез на дерево. От прыжков волка петля только туже затягивалась на его хвосте. Петя ловко перелез на дерево. А в это время из лесу показались охотники. Они шли по следам волка. Охотники, приближаясь издалека, стреляли из ружей. Петя ловко перелез на дерево. Но Петя сказал с дерева, не стоит стрелять. Мы с птичкой уже поймали волка. Помогите отвезти его в зоологический сад. Пошел. Пошел. Петя ловко перелез на дерево. Петя ловко перелез на дерево. И вот представьте себе торжественное шествие. Петя ловко перелез на дерево. Петя ловко перелез на дерево. Забейте их, шли охотники. Охотники вели волка. Позади шел дедушка с кошкой. Дедушка недовольно качал головой. Ну, а если бы Петя не поймал волка, что тогда? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наверху летела птичка и весело чирикала. Вот какие мы с Петей, вот кого мы поймали. А если послушать внимательно, то слышно было, как в животе У волка крякала утка, потому что волк так торопился, Что проглотил ее живьем. Утка! Конец Казбитна!